Я вернулся в родной город, и события 9-10-го меня подвесли. Наш красивый город, который всегда поддерживал строй, конституционный и так далее, я не узнал его. Мне очень стыдно и больно. Я хочу извиниться от своего поколения, поколения детей отцов-победителей. Мы в свое время проспали, в 91-й год, что мы получили на сегодня разговор. Нам удалось, дорогие брюшане, сделать один шаг от пропасти. Мы устояли. Поэтому я призываю вас всех стоять за Беларусь. Помните, что сказала Долуя Сиборова в свое время. Но пасаран, они не пройдут. За Беларусь, друзья! За Беларусь! Сегодня, как никогда, мы должны быть вместе. Сегодня нам говорят, что мы должны приходить на митинг, но это не так. Мы вместе, потому что мы едины. Да, друзья? Да! Дорогие брюшане, дорогие белорусы, я простая деревенская женщина. Живу в деревне. В этой деревне моей поколение живу. Десятое поколение. Я выросла, родилась во время войны. 15 июля. Уже были немцы у нас в деревне. Мое детство прошло в земляках, в лесу. После войны я босиком ходила в школу. Работала в колхозе дояркой. Потом, в простая жизнь, училась, дошла, как говорится, с простой воярки до главного зоотехника. У меня трое детей. С семеро-внуком и семеро-правнуком. У меня 37 лет стажа в колхозе. Трудовая книга, только колхозная. И меня очень поражает то, что мы за 25 лет, нас стала знать вся планета, что есть такой народ. Белорусская республика. Мы белорусы. И вот эта скорость зарубежья, хотят ее разрушить. Меня просто по телевизору смотрело. Меня просто поражало. Бьют клумбы, бьют все. Это же если наши фронтовики это видели, что их неправно все делают, они бы без оружия вот этих грабителей задомили бы. У меня отец пришел с войны без руки. Мы старались, работали. Мы создавали колхоз своими руками в 1946 году. Вольницы сожгли нашу ферму, наш скот, который мы в колхоз давали просто так, чтобы организовать колхоз. И опять вот эта гибра, простым словом, поднимает голову, чтобы нашу красивую, цветущую белоруссию разрушить. Не допустим. Не допустим. Не допустим. Не допустим этого. Спасибо за единую страну. Не допустим.